С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 21 февраля. Под эгидой ЮНЕСКО в этот день отмечается Международный день родного языка. Мало кто знает, что каждые две недели в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное наследие. По мнению организаторов, многоязычные и многокультурные общества существуют благодаря своим языкам, которые передают и сохраняют традиционные знания. И культура на устойчивой основе держится тоже за счет наших с вами языков. В этот день появились на свет в 1859 году Михаил Владимирович Радзянко, русский политический деятель, лидер партии «Союз» 17 октября. Действительный статский советник, гофмейстер высочайшего двора, председатель Государственной думы 3-го и 4-го созывов, который сыграл немаловажную роль в революциях. И, на мой взгляд, не самую лучшую. Год 1866. День рождения Августа Вассермана, немецкого бактериолога. Автор универсального сирологического метода определения сифилиса. Реакция Вассермана или ЭДС, экспресс-диагностика сифилиса. Метод диагностики, который существует и сегодня. Год 1893. День рождения Всеволода Иларионовича Пудовкина, русского кинорежиссера и теоретика кинонародного артиста СССР. Одного из основоположников кинематографии в СССР. Ну а фильмы, потомок Чингисхана, Суворов, Адмирал Нахимов и другие. Классика. 1904 год. День рождения Алексея Косыгина, многолетнего председателя Совета министров СССР. Интересно то, что Косыгин до сих пор остается фигурой, о которой не забыли. Год 1942. Рождается Вера Алентова, ведущая актриса Московского драматического театра имени Пушкина, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. С 2009 года вместе с супругом Владимиром Меньшовым руководит актерско-режиссерской мастерской в Авгике. А в 1943 году появляется на свет Людмила Улицкая, российская писательница. Она сценарист, первая из женщин-литераторов, которую достоилась премии «Русский букер» в 2001 году. А в 2009 номинировалась на международную букеровскую премию. В 1957 день рождения Николая Расторгуева, лидера группы «Любе», жил в Люберцах, на Смирновской улице стоит его скульптура. История этого дня. 1784 год. Согласно указанию Екатерины Второй, порт и крепость в Крыму получают название Севастополь. Означает это августейший город или императорский город. В советской литературе приводились переводы, не связанные с императорским титулом. Например, в Большой советской энциклопедии название переведено как «Величественный город» или «Город славы». Год 1872. Император Александр Второй подписывает указ о создании в Москве Государственного исторического музея. Фонд современного музея насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов. Фантастика! 1920 год. Утверждение Президиумом ВСНХ Государственной комиссии по электрификации России Гойл-Ро. «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ибо без электрификации поднять промышленность невозможно». Конец цитаты. 1995 год. Подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет. Этот договор стал основой для создания союза Белоруссии и России. 2006 год. Телескопом «Хаббл» регистрируется объект, попытаюсь его сейчас назвать SCP-06-F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор. И как он будет влиять на нашу планету, тоже пока не ясно. Изобретение дня. 1932 год. Американец из Ньюарка Уильям Гудвин патентует фотоэкспонометр. А в 1947 году некто Эдвин Лэнд впервые демонстрирует созданную им фотокамеру полироид. Или, как у нас говорили, полароид, который через минуту выдает черно-белый фотоснимок. Отмечу только, что мы с ним познакомились в 80-х, 90-х годах, а все началось в 1947. 1953 год. Отсон и Крик предлагают структурную модель ДНК, так называемую двойную спираль наследственности. Ну и последнее. Сегодня, 21 февраля, день экскурсовода. Настоящий специалист настолько красноречиво и доходчиво может рассказать о любых достопримечательностях, что порой даже фотографии не могут воспроизвести полную картину событий, которые относятся к конкретному историческому объекту. Гид – это человек с широчайшим кругозором и неутомимой жаждой познания. Ведь он по крупинкам собирает удивительные факты, а также всегда имеет собственное мнение о тех или иных событиях. И согласитесь, что иногда, находясь за пределами Родины, так хочется, чтобы кто-то взял тебя за руку и помог как можно быстрее сориентироваться на новом месте и узнать что-то такое, о чем никто до тебя не знал. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова